В эфире Оркин Медиа. Время новостей. В студии Акмарал Кладбекова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Входа нет. В болхарских больницах объявили карантин. Благоустройство города. Рабочая комиссия сделала предупреждение владельцам торговых точек за устаревшие фасады. Распоряжением Акима города была создана рабочая группа в сфере архитектуры и градостроительства. Из поколения в поколение. Какие казахские обычаи и традиции знают болхарцы? У казахов такая традиция есть. Он откадает. В болхарских больницах объявили карантин. Такие меры приняли для защиты пациентов, которые находятся в медучреждении. Постановлением главного санитарного врача страны на этой неделе вступил в силу санитарно-дезинфекционный режим. В больнице допускают только медицинский персонал. Посторонним лицам вход закрыт. Меры приняли для защиты пациентов, которые получают лечение в стенах больниц. Кроме того, запрещена фото- и видеосъемка внутри медицинских организаций. Стоит отметить, в Карагандинской области на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 113 человек. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с условно зараженными. На домашнем карантине 39 человек, еще больше 280 человек под медицинским наблюдением без самоизоляции. 270 жителей на дистанционном мониторинге. Все они чувствуют себя хорошо, симптомов болезни нет. В Балхаше проводят дезинфекцию автобусов. Общественный транспорт моют несколько раз в день. Такие меры для общественного транспорта ввели из-за коронавируса. Санитарную уборку проводят специальными средствами водители и кондукторы. В защитных масках, перчатках и одежде протирают места соприкосновения, поручни, ручки, спинки и сами сидения. В автобусных парках города 65 автобусов. Их дезинфицируют несколько раз в день. Данные мероприятия проводятся для защиты здоровья болхаржцев. На внутригородских и междугородних маршрутах проводятся санитарно-профилактические работы. Усилили и меры по санитарной обработке автобусных остановок. Их в городе больше 60. На уборку остановочных павильонов вышли коммунальщики. Влажную чистку проводят специальными средствами. Рабочая комиссия продолжает обход для улучшения благоустройства города. Специалисты проверили еще 10 объектов. Владельцам торговых точек сделали предупреждение за фасады, устаревшее и сломанное оформление. Специалисты навестили владельцев магазинов в центре и в микрорайоне Ждебай-Батыра. Под проверку попали устаревшие и портящие облик города фасады магазинов, салонов красоты и не только. Замечания и предупреждения сделали из-за разрушенных пандусов и парковочных мест. Отсутствие мусорных баков, устаревших плакатов и облицовок. Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, владельцам грозит штраф от 53 до 106 тысяч тенге. Нам сделали замечание по поводу внешнего состояния магазинов. В течение месяца покрасим перилы и обновим афиши. В распоряжении Макима города была создана рабочая группа в сфере архитектуры и градостроительства. Проводятся обезды по городу, где субъектам предпринимательства разъясняются нормы правил благоустройства о том, что необходимо содержать соответствия объекта, находясь в собственности. Также нарушившим архитектурный стиль зданий будет принята мера. Казахский народ очень богат различными традициями. Они веками складывались из кочевого образа жизни и прошли сквозь время. В преддверии весеннего праздника на Урыс мы решили узнать у балхажцев, какие казахские обычаи и традиции они знают. Ответы в рубрике «Глаз народа». Недавно услышала о такой новой традиции, как байгазы. Это когда человек приобретает какую-то обновку, жилье, какую-то покупку куртку совершает, и ему за это дают подарки. В годик режут ребенку поты. У казахов такая традиция есть, у нас кодай. И как бы это, ну, гостям, когда к гостям приходят, им даришь, что-то даришь, например, там, платье, если женщина. Там, если мужчина, там, чапан одеваешь. Узатутой – это когда выкуп невесты, когда невесту, жених забирает из дома родителей. Обрезание, например, маленьким делают это. В деревнях у нас он в 14 лет делали. Как мула приедет, так и делают. Также есть традиция сюньши – это когда человеку, который приносит добрую весть, хозяева его щедро за это благодарят. Обрезание делают детям, мальчикам в основном. Сватовство – это когда сватают родители жениха, невесту. А выкуп – это когда невесту выкупают, жених. Ну, обрезание в казахе вообще мосфельмане, по-моему, делают 5-7 лет. Это все новости к этому часу. Мы в эфире ежедневно в 20.15. Увидимся завтра. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова